привет друзья с вами ваймс и это вновь battle бразерс прошлый раз мы немножко пошарились по этому региону сделали немного квестов подняли немного денег 6700 и сделали какую-то амбицию по моему не помню какую именно на сейчас амбиция выполнить контракты для южных городов государств чем мы и займемся немножко а хотя на самом деле я подумал еще вот что я хочу сгонять немножко севернее во-первых туда потому что это стадель и там могут быть всякие ополченцы рыцари и прочие интересные классы также там всякие повели не и кузнецы мастерские и все такое так что может быть там оружие можно будет достать нормально ну и в принципе посмотреть что там а и также хотелось бы немножко еще севернее пойти и пограбить там всякие караваны потому что мы же налетчики а проблема в том что как-то карта сгенерировалась что видимо это это так карта сгенерировалась или я не знаю но караван из севера сюда как-то не приходит то есть я здесь тусил два видео уже и никаких враждебных караванов я не видел так что наверное нужно за ними отправляться севернее ну да ладно я также хочу посмотреть тут был ассасин крутой я наверное все таки куплю его 2700 это довольно дорого на этом этапе но в принципе у меня 6 728 в день ему еще платить это тоже довольно дорого но статы у него достаточно крутые посмотрим как звезд заролятся но я просто просто ли его найму или нет а плюс в испытании в том что она пишет до каких конкретно статов он докачается и насколько я понимаю она все-таки учитывает не в среднем как бы показывает а именно до скольких он точно докачается потому что левого по этой игре так работают наверно не я просто его найму и разберемся по ходу дела а конкретнее у него звезда в милишке у него звезда в защите отлично немаловатых и поистамины и это самое серьезное его проблемы наверно потому что дымовая все-таки потому что как бы в лавкачаеву не забилдить нормальный потому что у него мало здоровья а в тяжи его не забил делать нормально потому что у него мало стамины но посмотрим как эти 200 будут качаться если что-то вкачается хорошо то вкачаем что то также у него кинжал кинжал этот интересный с ним можно сделать билд конкретно с кинжалом с ним можно также сделать билд для добивал ок с кинжалом и двуручный булавой что чуть важнее наверное ну кстати может быть и нет но суть в том что у кинжалов очень интересное мастерство где она кстати это это мастер меча вот это видимо мастер кинжала меньше вносливости тратит атаки от понятно но также умение укол прокол и убийственный удар теперь тратят меньше очков действия они будут тратить по три то есть девяти очков действия если они походил я могу ударить три раза или я могу ударить один раз двуручной пушкой которая 6 тратит потом переключиться на кинжал и ударить еще кинжалом и в этом собственно и суть этого билда что я бью двуручный булавой булава вешает гарантированно если она попадает ошеломление или чё-то типа того выбит дух по моему этот статус называется что минус инициатива и минус урон и у этого кинжала есть убийственный удар который наносит на 33 процента больше урона и дополнительно игнорит броню для цели получивших эффекты выбит дух оглушения или поймать сеть так что я переключаюсь на кинжал убью с бонусом но посмотрим дымовая граната ситуационно полезная она создает а яшку в которой можно игнорить зоны контроля по сути дымовая гранат это вот этот перк только лучше потому что она не тратит дополнительные но она тратит сколько стамины чтобы кинуть 20 так что по сути даже примерно столько же по моему перк тратит 25 но позволяет там пару ходов даже один ход всего лишь но позволяет нескольким персонажам их на резон контроля ситуационно наверное у него я уберу эту гранату пока что получу двойной хват но я не уверен что с ним пока что делать пусть стоит где-то сзади и если что кого-нибудь добивает кинжал не уверен дальний бой у него не очень хороший так что топорики ему давать не стоит разберемся что-нибудь еще здесь этот чувак мы смотрели эти все чуваки не интересные этот пастух в принципе 49 это максимум дальнего боя и это нормально для дешевых классов это прям вообще хорошо он просто дороговат как-то для для дешевых классов я тройну нет звезд в дальнем боя минус здоровье но шанс выжить три звезды в стамине не какой-то очень странный пастух если бы у него были звезды в дальнем длиннобойном стиле я может взял как как стрелка но так нет пути что был за квест тут был квест изгнать кочевников мы такое смотрели и мы такое сделаем наверное хочу ли я вылечить этому чего ребра на самом деле не особо хочу ли посмотреть что тут еще в продаже ничего прям супер интересного типа длинная булава длинный молот это нормально пика это нормально но она все достаточно дорого и я все это могу выбить из врагов просто так что давайте возьмем квест исходим изгонять там ну как и ожидалось насколько удобно будет туда вообще добираться сейчас посмотрим скорее всего здесь можно перейти и нет хотя и тогда это неудобно когда получается это из этого города нужно на юг идти вот и я думаю я куплю немножко еды потому что у меня как-то и мало оказывает оказывается а я думаю за 200 я куплю такую штуку домой как раз этому ассасину чтобы он что-то мог делать из своего заднего ряда есть ли кто-то у кого уже взяты быстрые руки по моему нет ну что мне нет ничего на что можно было переключаться так что их не беру ну ладно я дам гранату этому чего потому что у него одноручная пушка так что он может на нее переключиться кинуть и не убирать при этом оружие типа ассасину придется после этого доставать обратно на козу что не настолько хорошо окей тут никого интересного нет но мы уже смотрели вроде бы погнали я попытаюсь подняться на гору и осмотрятся ага тут еще лагерь потом может быть на обратном пути сходим к нему хочу ли нападать ночью да потому что у меня дальнего боя нет там дальний бой вполне возможно есть у врагов ассасин или меня не ассасин некромант ладно я путаю текст если некромант я хочу по крайней мере на три шага вперед пойти со старта может быть на 4 что более удобная позиция сначала подойду на 3 не на 3 правильнее даже может быть на 2 надо было уж типа если на 4 подойдут а у меня чего-то здесь то есть этот чувак может подойти и на следующий ход он сможет ударить но не на следующий вот он в любом случае сможет ударить так что нет разницы если на 2 то он бы подошел в первый ход на 3 на следующий вот ему нужно было сделать еще один шаг и только потом ударить с двуручной пушкой зомби не может сделать еще один шаг и потом ударить он может ударить только если он стоит на месте так что я думаю все таки на 2 мы подходим и на 1 вниз потому что тут мебель первым рядом на 1 вниз окей мне жить от не очень приятно у меня есть один тесак который может головы отрубать место пары которые могут головы отрубать на не факт что будут сколько этого чего 32 он не до танк без уха а я наверно отправлю его на некроманта не факт что он переживет но посмотрим этот чел куда-то назад ушел который там был окей теперь мы ждем чуваки с одноручными смогут подойти ударить чуваки с двуручными не смогут они подойдут но на удар у них не останется очков действия так что просто ждем и выманиваем их так так хотя под бафом он сможет подойти ударить но баф на 1 руч и накинули что все равно неприятно но также на 1 руч и с булавой что лучше чем если бы на 1 руч и с сайфом типа булава тут самое безопасное самое безопасное вот та булава которая самая трашего это чуть покруче но это вторая по по безопасности пушка которая тут есть промах это нехорошо он все равно пойдет два раза ударит и сделает кучу сегодня хорошего ладно баф с него отвалился стоит фокусить молота потому что он опаснее этот час с одноручим так что он не может отсюда бить он может подойти туда и ударить того чего у того чего хорошая броня на 105 но на самом деле зомби неудобно затыкивать кинжалами так что не у этого тоже броня 105 шлем 125 так все еще жив тут я могу только этого ударить и он тоже все еще жив готов все еще жив потому что травма не минус защите но все равно 5 защиты на также у него 38 хп но это так себе чувак если он рипнется не так уж и страшно для меня не могу здесь переименовать но запомним что хасан не очень мимо падание я скорее всего не смогу его обезглавить но я попытаюсь в голову попал если бы я попал в тело то я бы смог его обезглавить это странно но это так чего которого был двуручный молот встал без двуручного молота это хорошо с одной стороны что он теперь сильно менее опасен но также это значит что мне не дропнется его двуручный молот это не настолько хорошо это неприятный баф через 13 через один то есть я смогу достать щит если что мы посмотрим так 13 защиты я думаю стоит достать щит потому что отчетки соком он за три удара скорее всего снесет мне всю броню и по нхп но тогда я один раз ударю и потом достану щит чтобы дарить большим уроном тык в этого чего шаг вниз чтобы там помогать тут можно шаг вперед и ударить этого зомби тут можно шаг вперед и вниз и ударить того чего 10 защиты 140 95 в принципе нормальная нормальная броня 78 хп я все-таки не хочу сюда ставить это хороший чар один моих стартовых и если это три раза его ударить три раза попадет то не шанс не факт что он выживет так что я подойду сюда и буду бить того чего тут просто тычок в кого-то тут у меня 32 защиты скорее всего я могу да просто взять и выйти из зоны контроля подойти сюда тут охраняют не особо опасные враги но они сейчас встанут на эти две клетки ничего не смогу сделать это печально надо было все таки днем нападать а ты слишком задамажен чтобы помогать так что просто отступи и оставайся тут минус голова этому зомбарю хочу ли я сделать шаг вперед не очень пусть лучше этот человек бьет танк со щитом хотя тут 20 защиты так что не на самом деле я хочу сделать шаг вперед чтобы на следующем ходу что-то сделать отлично затанковано по большей части и да тут они окружили танка а я могу толкнуть верхнего наверное этот опять встал нехорошо ладно ладно надо было бить более опасно на самом деле но так тоже сойдет готова ткнуть копейщика этот баф мне кажется неприятным сейчас разберемся обезглавливание почти могу еще раз и тогда уже не почти а совсем но стамины не останется не на самом деле в таком окружении не хочу быть может быть он все-таки липнется он слишком не окончен если бы у него был крем и кота у него бы сейчас было во первых у него было бы его 20 до 28 защиты короче во первых него защита понизился от того что морали мы просадили на во вторых от того что его окружают три врага у них плюс 10 процентов шанс падания так что это все нехорошо на нем сказывается и стамины не очень-то можно ау-ау-ау так так подойду сюда и буду надеяться что это пари сми не счет нет надо понятно без оружия уже не страшно и общую собаку сюда она скорее всего побежит к микроманту да и законтролит его это хорошо этого чего нужно убивать этого чего нужно убивать еще раз и просто пропускай ход тот крутилку сделал одни команды контролен собакой так что он теперь не может бафать зомбей и это плюс на нем кровотечение это не плюс добейте уже этого чав так поднимать зомби тоже не можно будет просто ты тыкать табаку кинжалом будем надеяться что у него это не очень хорошо получится один раз всего лишь но стамины так много нет видимо не просто тачка в действие так мало ладно минус от зомбарь минус мой будущий баннер что поделать он был слишком косым чтобы выжить не кроматься игры за собака так так не очень напрягает начала в братанах типа первые там 20-30 дней когда у тебя не дамага нет ни выживаемости нет нифига нет серьезно стоп а это это не да так умер до хочу ли я загрузиться я потерял двух чуваков один из которых был норм не супер но норм правильно опять же я бы очень хотел посмотреть сейчас его стату чтобы узнать насколько именно он был не супер но норм но я не могу потому что эта игра не имеет человеческого интерфейса так не до танк он был в любом случае уже один раз репнувшимся так что его терять не страшно можно вы не будете все вставать а это мой чувак стал если он мне сейчас кого-то убьет я явно рестарт на этот бой он может быть это сделает баннер может быть даже выжил минус к навыку минус защите а так что на самом деле нет он не выжил вам показалось но и в плане лута ничего одна нормальная броня с этого чувака не выпало обратно его броня но я поменял броню на 70 на броню на 100 на 105 почему-то я думал 115 так что это наверное плюс условно шапка с него выпало т2 копье один из сайфов с моего чувака оба сайф наверно своих чуваков кстати булава нормальная дуручный топор еще один я хочу посмотреть на статы этого бомжа какие у него изначально были 60 милишки 2 защиты 44 резового с тремя звездами но он все еще может быть баннером и он все еще будет лучше чем этот монах как баннер потому что у него все равно будет больше и защиты и атаки и решимости так что наверное это все таки не так плохо но это достаточно плохо но зато несколько левопов танк плюс 2 милишки плюс 4 стамины плюс 4 решимости одаренный не милишки а защиты я имел ввиду но вы поняли я думаю хп стоит взять и я думаю стоит взять еще стамину решимость на 4 у него и так без проблем будет подниматься потому что там звезда есть а так у него уже 37 защиты на следующем уровне мастерство счетов потом передышка наверное потом гримыка и после этого он станет танком то есть сейчас он очень условно танк он танк в том плане что если его бьют тон немножко лучше выживает чем остальные но немножко лучше ладно тебе плюс 3 плюс 3 и плюс решимость наверное нужно поднять хорошо и в навыках пока что беру всем следопыта потому что это полезно а этот чувак плюс 3 плюс 3 и тоже наверно решимость поднять и тоже следопыта а он в принципе уже может передний ряд приходить что лучше сайф или или дубина 30 40 35 40 но тут 40 110 тут 20 65 то есть по бронированным врагам лучше будет булава так что возьмем ее плюс она может станет это ситуационно полезно щит ему в карман ножик ему в карман то что булава у него и так есть окей наверно все так так получил вечер получил травму у остальных плохое настроение из-за того что не до танк погиб в бою ладно хочу ли я кому-то выдать топор не очень потому что этих двух чуваков недостаточно ближнего боя у этого чувака тоже в принципе недостаточно у этих двух такт пары теперь твари я хочу выдавать тему кого 70 или выше милишки этому можно было бы но у него защиты нет чтобы в переднем ряду выживать и так же я явно не хочу его терять так что пусть пока сейф его в заднем ряду стоит и что-то оттуда делает я хочу кому-нибудь шлем на 105 выдать и броню на 105 я тоже кому-то хочу выдать верно ему же 65 тем временем в первом ряду у всех лучше этому чего наверно окей я хочу посмотреть что здесь неизвестный враг так вообще у тебя 17 защиты если у меня кто-то более утанкованный ну в принципе у этих двоих больше но у этого чего есть есть щит на который можно переключиться 1 я чуть посижу в лагере и подожду чтобы починиться поселиться и все такое и чтобы ночью напасть потому что если там какие-нибудь бандиты то днем я с ними сражаться не очень хочу тут минус защите тут минус защите и к навыку тут два минуса к защите при этом у него все равно она положительно это интересно ах ты очень низкая положительно да тут явно бандиты несколько браконьеров немного нарядчиков и они ушли 1 нападу на лагерь сначала посмотрим как там и на возвышенности и что здесь один налетчик 2 налетчика 3 налетчика 4 налетчика и 4 разбойник как минимум и еще где-то еще три противника идет сверху скорее всего ладно стрелков не видно даже если они есть ночью с ними проблем будет значительно меньше чем днем я бы хотел броню с этого чего на 95 она конечно на 95 а у этих по но кстати не у этих по 90 так что она хуже в общем это одна из лучших бронек на лавка чай это лучшие из легко доступных скажем так мать ей сюда баннер сюда этот чел сюда этот чел и там даже мораль красиво и сюда этот чел а всех ли я вижу врагов 6 10 11 до всех то есть дальнего боя тут вообще нет ладно фокусим сначала хорошо их разбойников которые ваншотные и которые будут просаживать амораль и потом по возможности пытаемся затыкать кинжалами довольно того налетчика ну и может быть вот этого потому что меня шапка на 110 так тобой я не хочу вперед выходить потому что у тебя нифига нет защиты 8 так что подожду пусть лучше сюда кто-то из врагов подходит вау сколько был шанс что цель меня но со стеной счетов нет он без стены счетов почему тогда такой низкий шанс учитывая что его трое окружают и это трашевый разбойник непонятно этого видимо все таки не получится затыкать потому что он слишком подошел друзья могу переключиться и попытаться его затыкать прям так но мне кажется лучше будет просто убить если выходит броня хорошо приятно она выпадет а у фига он проколом ткнул на на 40 кп или что или у меня не полный был наверно мне не полный было мне 34 урона плюс травма с каким шансом 34 замечательно на шоке отвечал на шок на этого чего тут уротировался и ко мне подошел тот кого я хочу добивать или не добиваться кого я хочу броню выбить то что это убегает от немножко немножко неприятно так но если броню то я просто переключусь но его мимо так это броня на 90 в принципе она мне не нужна так что будем избивать тут можно пройти из контролить но хотя он так был с контролем пойти и чеком хоральская туда ткнуть сюда два раза ткнуть но второй раз мимо у это хорошо это не хорошо так готов мимо тот убит перестал убегать интересно я хочу сначала убить более легко убиваем его тут тоже хотя его не добил фига как у него один хп остался я не знаю но по крайней мере он теперь убегает так что через 14 ходов он само убьется если этот человек доживет и у него нет особого повода не доживать защиты 19 ладно я пожалуй потрачу сетку на этого чего во первых он попытается ее снять скорее всего вместо того чтобы ударить во вторых по нему будут намного лучше подать кинжало в третьих если он решит убегать то ему придется потратить по уходу на то чтобы снять себе сетку потерь отлично у все вообще убегают вообще отлично а так я не стал снимать себя сетку но в принципе так мне даже даже лучше потому что я буду по нему лучше попадать теперь он убегает от чем сбежал а можно не будет так делать к сожалению ассасин не тот кинжал которым можно добивать эффективно так что увы так наткнул один раз и выпущу собаку чтобы она в идеале побежал за тем чем там эти все они полностью окружены хочу ли этого еще стыкать самом деле да потому что у нее шапка нормально так и последний не у ешки ударить а переключиться на кинжал и потом потом ткнуть блин ни у кого нет кинжалов но это намного более приятный бой чем зомбалями тот 95 броник 110 шлем ну и плюс еще помягче там 90 броник парочка по 70 шапка по 70 из оружия булава нормально вполне нормально лучше чем те же сайфы плюс соль на продажу это всегда хорошо плюс немножко денег плюс эти щиты норм так что если этого я хочу починить меч булаву я хочу починить и взять вместо большого на я думаю типа опять же 35 45 30 45 но зато по здоровью 1218 здесь 7 9 в два раза больше игнор брони и урон по брони тоже больше так что это более хороший вариант мне кажется плюс вторичка полезнее плюс совна еще одна выпала кстати или стоп или она с моего чувака выпала в прошлом бою наверное да или я просто снял и потом не не крикнул на кого-то другого не важно окей пара левелов наш временный баннер получает еще плюс 4 и еще плюс меткость и плюс стамину видимо могу ли я ему дать еще что-нибудь что поможет командная работа это даст ему еще плюс 5 процентов большую часть времени или не ему стоит взять мастерство алебарды чтобы он мог два шага и удар окей и наш ассасин плюс 3 плюс 2 хорошо мне бы хотелось и хп и стамину поднимать но хп поднимается на 3 стамины на 4 так что сначала вкинем стамину а хп поднимем так и у него уже более более терпимые статы не то чтобы прям хорошие но более терпимые а кто у нас был потенциальным нимблом этот чау более крутую броню ему более нимблого на 80 кому-нибудь тоже стоит выдать тебе вместо 70 итого у нас 75 минимум в первом ряду есть еще 90 тебе 90 это 75 минус 8 это 75 минус 7 это лучше тебе тогда 75 минус 8 у тебя тогда 70 шапку на 70 ассасину можно было бы на 95 на самом деле стамины у него сейчас полно сойдет а этот чел еще прокачался азартный игрок печально он качается но допустим 1 плюс 2 плюс 4 хп видимо то что остальное ужасно повышается это же следопытом окей с кучей травм с небольшими потерями но но с лутом можно этих чуваков догнать сейчас все еще ночь так что несколько браконьеров ничего особо не сделают немного налетчиков это интересно а тогда я пожалуй сделаю так чтобы это у этого человека была броня броня на 90 которая убита в ноль не очень помогает этому ассасину тоже какой-нибудь на 55 выдам насколько вы продамажены сильно и не очень сильно ладно этот чел тоже сильный но в принципе его просто не пускать вперед хорошо кому-нибудь кстати выдать кинжал более хороший тебе и кому-нибудь просто выдать кинжал или у меня у всех уже есть ассасину чтобы у него было два кинжала в карманах по моему хороший план тебе уже не нужен щит хорошо а кстати шапка на 110 еще у которой сейчас 79 то есть она хуже чем все что у меня ну пусть этот чел пока что ее чинит постепенно пока их догонял ночь кончилась это нехорошо но правда стрелки тут не очень опасны зато все остальные вполне опасны двуручный топор от нехорошо т2 копье это довольно неприятно одноручный топор от тоже не очень хорошо хотя с щитом это менее опасно чем без что эти двое более пофиг учитывая что у них есть дальний боя у меня нет скорее всего они не будут ко мне подходить да так что мне придется немножко выдвигаться не хочу подходить в упор к ним что отдает им халявную атаку к этому чего я даже на две клетки не хочу подходить в смысле через одну от него стоять что тоже дает ему халявную атаку так что вот так я ничего особо не могу сделать полезно это очень сдамаженный чувак так что пусть стоит с краю и ничего ничего особо не делает окей подождать тут можно подойти ударить если кого-то затыкивать кинжалами то вот этого чел то что у него броня на 110 и не опасная пушка можно еще этого если он будет уже убегать то есть если всех остальных убить не ввязываясь в бой с ним и потом окружить его то это норм просто так если он ко мне подойдет то его его надо фокусить потому что его топор здесь самое опасное оружие хотя я подойду сюда ударить так или ударить станом это просто так и в любом случае мимо я подожду теперь они ко мне будут подходить мне стоит подождать пока это чем не пройдет по крайней мере верхними моими тремя чуваками не стоит пока что никто двигаться этим чем в принципе можно сюда выйти и ударить этого налетчика тут подойти ударить копейщик потому что он легче убивается чем чел с щитом и он в принципе активнее атакует окей до топор подошел тут я спущусь и убью этого чего потому что этого я хочу затыкать кинжалами по возможности альтернативно я могу подождать и потом этой алебарды ударить и отойти назад а этим баннером подойти вверх и после этого ударить так тоже сойдет тык тут тоже немножко тык или немножко мимо выпущу собаку и буду надеяться что она за контроль лучников она их вполне может убить без моей помощи от этим чем ничего особо полезного сделать не могу так что подойдет сюда чтобы помогать на следующем ходу так не идеально сойдет а убегает топор крутилку ударил на ни в кого не попал но не он попал чуть-чуть в броню чем не убивай моего моего чувака просто не знаю там подними щит ударь кого-нибудь да промахнись нет он убьет моего чувака не скалявленные чуваки без брони которые блин не могут вообще ничего сделать так так и вот так чтобы человек нет морали чтобы этого получше окружить тут можно подойти вот сюда пока что и на следующем ходу сюда и ударить она идея или собака подойдет туда моральничок от серьезно ладно хотя бы это не попал и не убил кого-нибудь ок стан тебя и минус голова тебя 1 риф хасан он был нормальным челом но не супер крутым но мы получили хороший топор цеп еще одну булаву броник на 110 мы получили шмот из-за которого такое не произойдет со следующими чуваками потому что у них блин будут броники на 110 они на не на сколько-то хотя у него на 105 был который еще и не дропнул с него но почему-то почему-то врагам пофиг 1 плюс 3 плюс 3 и плюс стамина наверное и наконец-то можно взять гримыку и немножко лучше выживать да здесь плюс 2 плюс 3 это нимбл 102 я хотел ему взять кстати когда-нибудь плюс 4 решимость их помню каждый раз плюс 4 так что сейчас хороший вариант что брать решимость 50 достаточно адекватное количество тоже гримыка и этот потенциальный баннер плюс 5 плюс 2 полюс стамина видимо и здоровяк так тебе броня на 110 у тебя пусть это остается пока что у тебя 95 тебе на 90 они у того на 75 было да тогда ладно ну и тогда получается действительно что следующем бою у меня будет броня на не на 75 а на 110 на чуваки которого буду бить и у него будет намного больше шанс выжить тебе такую шапку пока что но хотя не 95 лучше чем 95 а 110 лучше чем 95 удивительно так постепенно избавляемся от шапок древней нежити 75 броня к никому уже на не тебе нужен но вот 65 и 55 уже никому не нужны и 50 а топорики 30 45 тот же урон но 914 по здоровью тут 1218 но немножко лучше по броне мне кажется такая мы если немножко лучше все таки у нее как бы навык полезнее и урон сквозь броню у нее немножко получит что тоже полезнее а кистень ситуационно может быть хорошим но ситуационно у него вторичка всегда падает в голову и это плюс так ну ладно чуть разведаю что тут происходит ничего особо хорошего а чел получил травму почему нет а можно из города на меня не будут нападать на летчики а то это как-то неправильно я наверное все равно хочу с ними сражаться потому что опыт и потому что их всего лишь шесть без дальнего боя но это немножко опасно особенно учитывая пику два цепа пика дубина шестой в кустах видимо мы будем подходить я два раза крикну если что ну ладно ты сюда подойди окей я могу сделать шаг вперед и ударить но также это чел который которым я не хотел бы сделать шаг вперед и ударить так что я подожду этим челом я могу сделать шаг вперед и ударить я подставляю себя под пику 15 защиты с одного он не должен умереть так ты жди пока что ты тоже подставляешь себя под пику но ты с одного точно не должен умереть 112 хп плюс полная броня так что это все нормально ну да минус вся броня и минус чуть-чуть хп хочу ли я обходить не я хочу подойти вот сюда чтобы потом выйти вперед может быть этот чел задамажен и с неполной броней я в принципе могу подойти ударить и вытянуть собаку правильно наш собака 3 шаг 2 удар 4 на самом деле я сначала выкину собаку потом подойду и ударю и буду надеяться что собака бежит к пикинеру ну да примерно примерно так тут шаг вперед и удар в 2 до 8 или 48 48 по моему немножко более хороший шанс зародировался это неприятно этот чел задамажен у нас полной броней так убейте уже этого чувака кто кто-нибудь там чел с мечом просто не так страшно не этого чувака нет я не согласен что пикинер два раза подряд падает по моему чуваку и просто выносит его пусть валивают тогда ладно я хочу чуваков которые не умирают за один ход это как-то сложно вот перед его туда а тут тоже ничего особо интересного плюс 5 к защите но противоречивый этот довольно ужасно для танка ну и 30 защиты после прокачки это тоже довольно ужасно для танка так что нет инструменты дороговато но сойдет и погнали все-таки сдавать квест мать что дальше а это я тут продать не могу потому что тут свое такое есть это я могу продать довольно выгодно соль в принципе цены здесь 19 нормальные так что я продам соль я продам каучан потому что у меня нет ничего что с ним можно использовать я продам все вот эти вот броники по 70 я оставлю все вот эти вот шапки копья топорики один часак оставлю фальшион по моему чуть лучше все-таки да чем сайф так что его оставлю цепь оставлю одну булаву на всякий случай вот так немножко денег немножко еще инструментов птицу можно купить что-нибудь хорошее из брони 110 за 333 чуть дороговато мне кажется и шапки по 125 за 300 и за 500 тоже дороговато как-то ладно какие-нибудь новые наемники а то у меня место освободилось вообще место у меня и так и есть потому что как бы 9 это это не полный отряд а этот чел может быть нормальным точнее он может быть хорошим он скорее всего и так нормальный даже если у него нет звезд вообще но я не хочу сейчас тратить 2600 на него я бы предпочел какого-нибудь погонщика рабов но с нормальными статами но таких тут как-то нет ладно что за квест предлагают караван фалькенштейн я как раз туда собирался и мне как раз нужно выполнять кстати еще вот так сделаю мне как раз нужно выполнить контракты южан так что я сохранюсь перед этим потому что с караваном много чего может пойти не так и поехали уж типа я не управляю караваном так что тут может быть отряд гоблинов-налетчиков например это пофиг скорее всего но тут может быть какой-нибудь там не знаю 5 линдвурмов или там 20 орков или еще что-нибудь такое я сказал это пофиг но на самом деле это нифига не пофиг потому что они вполне могут меня убить так но мне помогают караванчики южные они вполне хороши я зря сюда подошел потому что это дальнобойная пика но посмотрим да дальнобойная но не очень сильно ладно ткнуть этого гоблина и еще раз ну или ткнуть мимо этого гоблина наверное правильнее я не смогу ударить но наверное все равно стоит подойти чтобы бонус от окружения получить так мимо готов почти готов но я не могу подойти и ударить гоблинский яд не дотит так что он не особо страшный он просто уменьшает очки действия инициативы и прочие статы но это не так сильно мешает как могло бы да я встану сюда хотя блин отчал немножко немножко недостаточно живой я встану сюда я бы хотел эту пику получить гоблинский пик прикольно так собаку тебя так да хватит это нормально что он походил потом он еще раз походил без моего хода между его двумя ходами или типа он в конце того хода походил и потом вначале этого еще раз ненависть так убегает а тут я ничего особо не могу сделать да косой дебил косой дебил ну вот ты хотя бы не настолько косой дебил пика дропнулась а теперь главное чтобы этот чел не дропнулся ну бьют не его так что в этом плане все нормально ну у этого чувака фу хп он наверное один ход потанкует косой дебил тут не получится подойти и ударить так что лучше подойти к тому тут тоже не получится подойти и ударить потому что южане все блочит хотя у него еще очки действия конечно так что они в любом случае не получилось подойти и ударить средний хп я лучше сюда подойду окей лук гоблинский не то чтобы он мне особо нужен а тинжал гоблинский плюс яд не то чтобы он мне особо нужен насколько же бесит опаученцы своим не опаученцы эти караванщики своим перемещением ну ладно фальшон в зеленокожих немножко лучше чем просто фальшон по моему а тинжалы их интересные пика их тоже интересно луки немножко пофиг все остальное тоже немножко пофиг но также это головы а у нас нам платят за головы окей танк плюс защита плюс стамины плюс решимость мастерство щита и у него 43 защиты на самом деле ему стоит дать такой щит потому что так у него дальнобойной защиты будет больше а и ассасин плюс 3 плюс 3 можно у него будет качаться немножко лучше хотя бы или стамина или хп я не уверен что с этим делать ладно одаренный плюс 3 плюс 3 и плюс 4 хп сойдет ну будем надеяться что больше никто не нападет на наш караван можно заглянуть в город по пути но правда тут особо нечего делать этого чего мы смотрели 57 плюс 5 у рыбака ну минус 5 решимости но звезда в защите типа у него будет 33 и 79 на макс левеле ну блин 79 это маловато но много стамины я возьму просто чтобы был чтобы был еще один чувак броню шапку и гоблинскую пику ему сразу а гоблинская пика интересна тем что она даже без мастерства бьет за 5 очков действия ну и кстати как она по урону в сравнению с вот этими вот всеми вещами так блин 50-70 40-70 то есть она даже дамаговее чем чем совна хуже по броне и хуже сквозь броню но также она вешает кровотечение ну и также она бьет за 5 очков действия не за 6 так что можно два раза походить и ударить интересная пушка для непрокаченных чаров так а тебе тоже такой кинжал гоблинский кинжал по сравнению с таким он дамагве у него обычная атака лучше потому что у кинжала 4 очка 10 и 7 выносливости 1843 у этого кинжала больше выносливости жрет ну кстати не хуже получается я ничего урона почему оказалось у них дефолтно так было лучше 1843 08 игнорит броню 25-37 07 игнорит броню а у них плюс к шансу нападания вот в чем в чем они лучше 15-22 по броне то есть не получается они в принципе хуже у них это атака от мечей первая так что плюс к шансу нападания но урон получается немножко хуже все равно интересно ну ладно так ну поехали смотреть что мы дальше увидим тут не получилось в город зайти но зато фельдкенштейн это то куда я и так хотел попасть посмотреть что тут в плане наемников и всего такого тут много всего в плане наемников смотреть что тут в плане лута на продажу продать вот это вот можно за 574 это вполне нормально хотя цены тут не очень хорошие но также это единственный не южный крупный город который мне доступен потому что остальное все это мелкие деревни и в них особо не продаешься так что наверное даже с тем что тут не супер хорошие цены они все равно будут лучше чем в других городах так что я продам эти ткани продам вот этот вот весь трэш так гоблинские щиты вообще трэшивая дешевые инструменты но мне прям сейчас не то чтобы особо их нужно а птица за 900 это интересно но она очень ситуационно нужна из оружия но есть дизарм из полторы тысячи но это дороговато так что нет в кузнице много всего интересного но за кучу денег есть даже одноручный именный топор потому что я караван сюда привез наверное потому что это так работает что когда привозишь караван куда-то то там шанс что сгенерируются именно и шмотки ну ладно я хочу посмотреть наемников дезертир нет никогда худший класс ополченец маловато ну в принципе нет средние атаки защиты решимости всего средний в принципе со звездой но минус 10 хп то есть у него 43 хп со старта не совсем не совсем идеально лишенный титула с терпимыми статами и достаточно дешевый и 2 звезды минус 5 решимости это печально потому что решимость у него худший стат в принципе а так он его у него еще и пониженный заролен он у него изначально средненько 25 можно сгонять на арену и там это попытаться пофиксить но это придется долго тусить вокруг арены вокруг города с ареной защита неплохая атака вообще хорошая то есть типа с одаренным у него будет 96 32 2 звезды в стамине но базовая стамина очень низкая я посмотрю кто еще здесь есть и может быть потом к нему мы вернемся плюс 5 к защите коротышка азартный игрок может быть танк нет без звезд нет старый вояка с довольно трешевыми статами межевой рыцарь это один из лучших классов в игре в плане разброса статов но также 11000 я не могу себе его позволить это чел не очень то есть по сути никого тут кроме этого чела нормального нет так что возьмем возьмем плюс у него хорошая кольчуга со старта шапку ему дальний бой тоже со звездой я пока что дам ему лук но у меня нет у меня нет стрел ладно дам ему меч пусть стоит где-то здесь прикрывает фланг ладно я кстати луки не починил и не продал мелкий не стоит чинить большой стоит починить и продать отремонтированный еще есть бронница тоже именной шлем сгенерировался но в целом ничего интересного в броннице обычно все слишком дорого ну на этом этапе хорошо я куплю все таки еще 100 инструментов и теперь нужно думать что делать дальше у меня все еще амбиции на еще два квеста у южан я бы хотел ее выполнить перед тем как идти куда-то севернее может быть стоит сгонять в тот город и в тот город найти арену как минимум ну и поделать квест там посмотреть что там еще есть из доступных вещей но также я думаю я обойду по вот этим всем городам чтобы посмотреть просто квесты и наемников и что я могу по пути найти типа может где-нибудь какой-нибудь лагерь есть тут есть огромная куча бандитов разбойники налетчики просто налетчики и разбойники браконьеры интересно я нападу на этих броня на 95 мне интересно у остальных ничего хорошего окей застанет нет так 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 чтобы вражеский двуруч не смог до меня дойти этот чел с булавой он в принципе не опасен этот чел с цепом и щитом тоже в принципе не опасен тот чел с мечом слишком далеко чтобы что-то сделать короче думаю как так тут проблема в том что чел с булавой вплотную к моему челу с длинной пушкой это нехорошо но я с этим ничего не могу уже сделать он так подошел так что я просто ткну и еще раз и отойду назад чтобы если этот чел подойдет то он не был вплотную к еще одному моему чуваку с длинной пушкой могу еще раз ткнуть я подожду я думаю ну или так я хочу дождаться их двуручий посмотреть что они будут делать так мимо еще ли я сюда подойти да просто чтобы законтролить это правда чувак который только что нанятый двуруча походят снизу баннером я никуда не могу подойти типа я могу ткнуть этого чела но я не хочу ткать этого чела я хочу его задыкать кинжалами я могу подойти сюда и чекнуть мораль трем но баннер после этого не выживет я боюсь так что я просто постепенно переведу его вниз пусть там помогает этим челом подойти промахнуться ау ау кинжалом ммм 43 защиты да кинжалом естественно он бьет по щиту но это то что я хотел от него по сути убить этого чела это подошел ударил но не особо попал куда-либо ну а теперь у меня опять пикинер в ближнем бою мимо че у тебя норм тебя четверо окружают но пути никто попасть не может так подойти и ударить этого чела застанет этого чела и ударить его после этого датыкиваем кинжалами чувака с которого я хочу броню так на следующем ходу я смогу подойти и ударить я могу пытаться оттолкнуть его на это не сильно поможет так что просто бить готов он ходит следующим нет не ходит отлично броню выбили больше ничего по сути не выбери полезного афта глава нормально причем броня с полной прочностью а кому ее дать у этого по сути такая же 95 минус 10 у остальных в первом ряду уже лучше так что кому-то второй ряд пока что окей тебе гримы к плюс 3 плюс 3 и плюс 4 стамины теперь у нас возникает на следующем любая проблема которая заключается в том что нужно выбирать между ловкачами и закаленными и у меня как-то многовато чуваков получается который билдится в закаленного в боях типа у этого человека куча стамины у этого человека куча стамины так что им бы взять закаленного но у меня нет брони на закаленного в боях и это немножко нехорошо и достать ее сейчас тоже особо негде типа можно им пока ждать там шапки на 140 и броники на там на 130 вот этот вот какие-нибудь по 110 но это будет не очень эффективно работать можно попробовать купить какую-то броню но это не факт что будет эффективно работать а там чего я потом пожалуй выдам цепь чтобы у меня если что был чувак который может головы фокусить ну а тут где-то был еще один отряд нет уже нет там где-то был еще один отряд мы просто нашли труп или чё это был за ивент я не понял враждебный торговый караван окей это интересно это не то что я искал на это интересно охранники караванов бывают с хорошим шмотом много разбойников налетчик это мы тоже убьем но сначала караван в данном случае по моему они с не очень хорошим шмотом это охранник у него хороший меч но ничего кроме этого это охранник у него т2 топор ничего вообще интересного и тут скорее всего еще кто-то стоит но я подозреваю что караванчик они охранник охранники редко больше чем по 2 может быть даже не бывают очень не помню чтобы я видел караваны в которых больше чем 2 охранник но кто-то там явно есть вот я подожду сначала я хочу узнать что они делают если они что-то делают нет они стоят и пропускают ходы тогда я подойду сюда и подожду сюда и закончу ход потому что слишком близко в принципе этим чем я могу подойти ударить не особо успешно у не там все-таки 3 охранник и он намного интереснее броня на 95 шлем на 130 причем он пофиг в качестве оружия ладно так нормально подойти я не могу но допустим так чтобы чекнуть мораль что с ним теперь делать это вопрос можете подойти и ткнуть кинжалом это это не особо хорошо сработает но видимо придется так накружить его полностью мы не можем так что собаку выпускать я не хочу 8 процентов шанс падания а можно почему блин у них у обоих стена щитов и щиты а ну потому что поэтому окружение до логично 2027 урона брони станом я попытаюсь все таки но не очень успешно ладно тебя туда куда-нибудь вроде станет более успешно 57 шанс попадания потому что цепь игнорит щиты это тоже плюс минус мораль всем это хорошо дальше ткнуть чувака без щита 26 процентов минус мораль туда же но мимо 16 процентов это нехорошо могу подойти к нему и ткнуть сквозь него того чего это на самом деле хороший вариант здесь 84 процента труп тот поднимает щит и бьет это хорошо 13 процентов два раза попал фига в сраты рандом продолжает быть в сратом только на этот раз в другую сторону ау нет чоу все все убегают этот чоу дропнул свою броню с остальных мне ничего особо не нужно так что просто спокойно добиваем их изи еще броня на 95 еще шапка на 130 что вполне хорошо отличный меч и в самом караване видимо была еда и медикаменты кстати много медикаментов не то чтобы они мне особо нужны ну кстати не у меня 77 стала эту залду то сколько 60 то есть у меня было не очень много шапка на 130 допустим тебе шапка на 110 тебе и первый ряд у нас в хороших шапках уже можно еще вот эти вот поменять 110 130 140 хочу ли я кому-то выдать меч 40 45 по здоровью и по броне он хуже чем булава смысле сквозь броню и и по броне так наверное оставлюсь было оставлюсь останусь с булавами этот может быть потом баннер так 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 и еще раз это все починить на продажу и там еще много разбойников и налетчик и они сражаются с тем с бронзоголовыми наемники не они не сражаются они мимо проходят я хочу попробовать напасть на наемников не жить некромант оставшие из мертвых оставшие воины ладно я сохранился посмотрим кто здесь по крайней мере средний арбалет метатели так 7 врагов это все у этого чувака хорошая броня и хорошая шапка 140 130 все остальные ничего особо из себя не представляют разве что арбалетчик неприятен а сколько у этого соседей защиты 16 принципе можно подойти в упор если что загрузится так 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 этого тоже металки так чтобы окружить собаки почему-то ничего не делают пока что так чтобы окружить и так ау окей ткнуть туда стан берем тех кто без счетов потому что они более опасные и менее защищены собаки вообще пофиг один остались только чуваки с щитами и арбалетчик почти сетка пофиг абсолютно так чем за контролем по крайней мере но это мой хреновый баннер так наверное пофиг я думаю с арбалетчиком разберется тесак остальными нужно подходить к этому чуваку ау ну или может быть так минус собака я хочу чтобы него мораль посадилась от того что мы его окружаем что-то покажет не очень получается но по крайней мере мы заставили его не сражаться догнать конечно же хочу эту броню так у тебя сколько милишки 52 потому что у тебя про кого-то плечо видимо нет минус к носим урона потому что у тебя просто минус 20 процентов ладно у этого чего 86 так что я им подойду так мне кажется более хороший план я понизил скорость игры не то что хотел это будет перенастроить хоккея ну мы поменяли трешевого баннера на хорошую броню по-моему это нормальный размер ладно 480 денег еще к тому же плюс инструменты стрелы куча металлок 140 шлем 130 броник это с баннера выпало плюс баннер естественно парочка хороших копий нормально снизу тебя сражаться не очень хочу сейчас даже не столько потому что чего почему плюс один не столько потому что я не хочу с ними сражаться сколько потому что у меня вся задамажен типа если бы у меня все были сухой сейчас и с фу броней то нежить не было бы проблемой может быть не уверен так хп в принципе достаточно пока что так что я буду качать стамину а а ему скорее всего придется взять силу воли чтобы просто пофиксить его ситуацию с решимостью есть конечно ивент что его приглашают обратно в благородный дом и он получает огромную кучу решимости и немножко всех остальных статов от этого но это слишком редкий ивент типа на него можно надеяться что о потенциально этот чувак когда-нибудь станет сильно круче но но это не гарантированно ну или что-то типа того окей так кому-нибудь в первом ряду такой броник сойдет теперь я все-таки хочу сгонять туда подождать до рассвета посмотреть что тут в плане покупки-продажи у меня шапку недавно 140 никому тебе а тебе 110 а тебе 105 инструменты по 500 почти фига жители охвачены ужасом и засады на торговых путях интересно наемники не очень интересно хотя этот чел может быть чем-то нормальным но не совсем не совсем этот чел немножко лучше 87 25 это нормальные статы 3 звезды в дальнобойной защите это как-то слегка бессмысленно нормальная хп нормальная стамина в принципе она у него низкая но со звездой возьмем квест а разбойники грабит амбары защитить защитить город или не наверное наверно не защитить город а зачистить лагерь хочу ли я этим сейчас заняться я на самом деле не уверен дадим баннер баннеру новому как минимум дадим совну этому челу хотя цепь конечно прикольный этому челу наверно щит покруче и глупо смотрим что там по крайней мере несколько разбойников несколько разбойников стрелков много налетчиков ммм в степи а я думаю стоит подождать ночи похилиться за одну крестьяне ладно с них вряд ли будет какой-то ценный лут окей так во первых мы починили броню себе мы восстановили хп себе по большей части кроме этого чего и кроме этого чего тут минус к урону ммм тут минус к меткости неприятно я дам ему цепь раз у него минус к меткости будет бить щитовиков и и головы окей лагерь не лагерь лагерь что лидер это все немножко усложняет налетчик налетчик лидер не видно он либо сзади либо где-то сверху может быть стоит скорее сзади чат тут ночь если что можно вас дальний бой не будет таким таким читерским так вот он лидер сто семь от броня не идеально типа мне бы хотелось его затыкать кинжалами потому что это лучше чем примерно вся броня которая у меня есть но также это могла быть 200 броня например или шапка покруче какая-нибудь ну посмотрим скорее всего на самом деле это не смогу сейчас все равно пройти не сохранился ли я еще раз после взятия квеста если так то это было бы нехорошо ммм этого чувака минус к урону встан туда это наш новый чао я все равно его выдвину вперед окей 22 защиты пробую еще раз на и ударю туда так блин у него мастерство за что и зачем что у него не отваливается стена копий если к нему подошли ну ладно тогда я тут останусь стоять а тут я могу только лидера ударить на самом деле я наверное буду просто его фокусить чай чай серьезно ненависть ладно тут я ничего особо в меня ему не могу сделать я могу обойти может быть подойти к лучникам это было бы хорошим планом ударить туда и еще разок надо я загружусь и не пойду что и по-моему все таки после отдыха ну не до взятия квест все таки тогда ладно тогда просто не буду брать от квест потому что он какой-то не очень точнее квест нормальный это у меня отряд какой-то не очень данный момент потому что начало игры а тут никого я брать не хочу тут ничего я брать не хочу с пропадающими жителями квест идти по следу вернуть хрустальный череп это не поможет с пропадающими жителями и это скорее всего типа там 7 разбойников за которых не экспо не луты я не получу так что я пожалуй обойдусь и наверное погнали в тот город еще посмотрим что тут происходит тоже ничего хорошего аж целый один наемник замечательно отразить нападение на деревню за 610 не и наверное гол доедем просто до южного города и на этом закончим кочевники лучник головорезы разбойники нападут ли они на меня сами хочу ли я с ними как-то разбираться если да или если нет ну они нападут на меня сами так что придется с ними как-то разбираться или у меня игра крашница тоже хорошо о а попытка номер 2 2 раза не крашенец я уже думаю слишком крутые кочевники два кнута это интересно 110 один броник 125 одна шапка это все на это все куча хороших счетов что плюс и ничего прям особо опасного из оружия типа один тесак вручную в двух руках но одноручный и все это не страшно совершенно так что это будет несложный бой скорее всего лучник неприятен но не то чтобы там сильно большая проблема а у этого чувака нет это предыдущего баннера было мастерство минус этот чел так наверное так наверное минус этот чел этого надо бы окружить и затыкать для этого надо чтобы он ко мне подходил повыше мне кажется это будет удобнее так он условно подошел но условно а я думаю этого чувака я просто так запинаю у него конечно шапка на 125 что лучше половины моих но пофиг так так убегает хорошо не броня наступать интереснее чем шапка на 125 убегает не настолько хорошо на вода я опять могу я могу паузе ускорить игру ладно так 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 окружаем постепенно туда еще пару раз туда лучник убегает скорее всего еще не сбегает но отступает просто этот чел не хочет умирать пока что не могу так окружить не булавой готов над собаку выпустить кем-то у кого она имеется если она у кого-то еще имеется кнут выпал от хорошо да собака есть так на лучника это чел готов лучник законтролен не добиваемой собак чел так так минус от чувак лучник не сдается хотя его окружают пять чуваков четыре чувака и собак теперь сдается и умирает ну хороший броник шлем все-таки выпал потому что я варварами играю видимо два кнута это вполне замечательно кнут и очень полезная штука так что как раз один выдам этому чару броники по 105 пока что выдать чувакам у которых по 95 но потом они обратно будут переключаться тут 95 вместо 90 а тут 95 не это 75 тут 95 вместо 90 тут 90 вместо 70 хорошо и ассасин вкачался плюс два плюс три плюс четыре стамины видимо ну следопыт когда-то хотелось бы взять ученика но я не знаю когда лучше это сделать может быть сейчас стоило ну или следующем уровне посмотрим окей что в этом городе храм бронница алхимик скорняк что в этом городе по наемникам а кочевник достаточно хороший класс с максимум хп максимум стамины средняя решимость на 5 ниже максимума милишка максимум защиты интересный чел на самом деле у него плюс 10 хп и минус 10 к выносливости так что у него 70 хп и 90 стамины но толстяком он может быть перестанет быть в какой-то момент а хочу ли я его тройнуть он блин дорогой так что я не уверен на 100% типа статы довольно хорошие хотя 62 чуть-чуть маловато посмотрим кто еще тут есть платочник без звезд в защите неинтересно вор с плюс 5 милишки 10 защиты со звездой но получает урон кровотечения дольше и стамины у него маловато обычно из вора получается хороший танк если у него там типа звезда в стамине и звезда в защите у этого звезда в милишке и звезда в защите и плюс еще 5 милишки то есть у него 80 87 то есть 90 по сути с одаренным так что из него получится хороший милишник но меня все таки напрягает это и тот факт что у него маловато стамин но в принципе не если ему качать каждый раз стамину 129 плюс 4 потому что короче 133 потому что двужильный не двужильный а одаренный двужильный взять в принципе под тяжелую броню сойдет а хп у него слишком мало чтобы как бы не хп у него нормально чтобы сделать его ловкачом но ловкачи очень страдают от кровотечения а он страдает от него еще сильнее так что это плохой вариант но для меня тяжа сойдет ладно и этот чел все-таки тройно посмотрю параноик блин мне не нравится его сочетание звезд и статов но плюс к здоровью минус к выносливости но две звезды в выносливости то есть он ее вкачает до 140 но на самом деле до 130 всего лишь но 40 40 защиты плюс еще пять от параноик а это прям танк так что мы его возьмем будет прям танком окей а и он еще и второй уровень со старта явно качаем защиту явно не качаем милишку 62 это не идеальная милишка и получается что он фига у него все блин по максимуму качается но получается что как бы разогнать ему милишку да прям хорошие тип тут остается написано сколько у него будет не не остается но разогнать ему милишку да прям хороший конечно да терпимый получится да прям хороший нет учитывая что у него 62 и нет звезд но зато ему получится разогнать защиту да прям хороший так что так так и так потому что решимости ему нужно будет сильно больше хп 70 со старта вполне достаточно наверное даже дровяка не буду брать а возьму ученика вместо этого напишу что он танк выдам ему кинжал пока что и оставлю щит и пусть пусть качается этот чувак 61 милишки со старта ему бы чего-нибудь на 2 клетки бьющее выдать кнут конечно на 3 клетки бьет но это не то что я имел ввиду ладно пока что так этому челу пока что тоже так хорошо кому-то надо выдать щапку на 125 тебе 140 допустим тебя тебе 110 ну ладно с этими двумя чуваками мы еще в следующий раз разберемся кого из них сразу взять кого из них куда поставить и все такое я хочу пока что еще посмотреть что тут с ценами с ценами тут все вполне хорошо 20 я продам еду которая сейчас испортится я продам броники по 80 и ниже так все эти копии это надо починить потом продать скрома секс я продам все-таки я нифига его не использую все эти мечи цепь оставлю пару кинжалов оставлю почти все эти булавы одну оставлю так этот лук надо починить все эти щиты сойдет немножко денег обратно подняли и все довольно неплохо ну ладно тогда на этом я закончу на сегодня пару крутых чуваков под конец нашли все-таки до этого еще пару крутых чуваков нашли в следующий раз будем решать вместо кого этих чуваков поставить потому что я их явно хочу качать а кого-то из моих стартовых чуваков я может быть и не хочу качать надо посмотреть типа это потенциальный танк но этот человек сильно более хороший танк будет правильно потому что тут 10 защиты с двумя звездами тут действие щит с одной с одной звездой и немножко хуже остальные статы аж типа этого стамины будет больше потому что она со звездами хп у него изначально сильно больше милишки у него больше так что он сможет еще что-то делать так что да очень посмотрим посмотрим разберемся но на сегодня на этом закончу единственное что нужно еще поставить чиниться это и это и в следующий раз поделаем какие-то квесты тут может быть там и посмотрим что делать дальше я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами бываемся пока